Добрый день, уважаемые профессионалы! Этот урок посвящен составу программного обеспечения LightCommerce и его пользовательскому интерфейсу. Откроем папку, в которую LightCommerce был установлен, и мы увидим достаточно большой набор файлов и папок, которые здесь находятся. Каждая из этих папок и файлов очень важны, поэтому без необходимости корректировать и удалять что-либо из этой папки категорически не рекомендуется. Само приложение LightCommerce является исполняемым файлом, называется lc.exe и находится в папке, в которую вы установили LightCommerce. В моем случае папка называлась LightCommerce подчерк 5.5. Кроме исполняемого файла LightCommerce, в этой папке также есть достаточно большое количество приложений. Это lcc.exe, lp.lc.vp.exe, lc.warp и так далее. Каждое из этих приложений является модулем и дополнительным плагином к LightCommerce и выполняет какие-либо определенные функции. Кроме исполняемых файлов в папке LightCommerce находится набор текстовых файлов. Например, 3D Connection, в котором мы настраиваем чувствительность трехмерных манипуляторов типа 3D-мыш. GMA-IP, в котором мы должны указать параметры подключения пультов EMA Lighting GrandMA 1-го и 2-го поколения. HIP-IP, если мы работаем с меди-серверами гипотезер, мы должны указать здесь IP серверов и их порты, через которые мы будем работать. OutIP, этот файл служит для настройки вывода сигнала по протоколу ArtNet и синхронизации с приложением Q-сервер. Radar IP служит для конфигурирования лазерных радаров и получения данных из них. T-U-I-O, почерк IP служит для мультимедийных приложений и вывода данных с лазерных радаров во внешние источники. Кроме файлов настроек в папке LightCommerce есть огромное количество каталогов. Наиболее главными и важными из них являются следующие. Папочка нижнее подчеркивание Screenshots. В этой папке хранятся все скриншоты, которые делаются во время работы с программным пакетом, и они располагаются в соответствующих подпапках. Например, в папке Database почерк LaserTest лежат скриншоты, которые были сделаны при работе в соответствующей базе данных. По умолчанию при установке вы увидите вот эти шесть скриншотов, которые здесь есть. В папочке Database и подчеркивание какое-то имя находятся все проекты, которые мы ведем. Это могут быть, например, HOH4 Training, HOHEMOVALITE, DL3, ETC и так далее. В этих папках содержатся именно данные проектов, которые есть. Внутри этих файлов, у каталогов точно также содержится достаточно большое количество файлов и папок, которые являются составляющими частями нашего проекта, и ничего удалять или изменять с этими файлами не нужно. Следующая достаточно важная папка – это папка DOC. В ней находится документация на плагины, которые идут вместе с LightConverse, и здесь же находится русскоязычная и англоязычная инструкция для соответствующей версии программного обеспечения. Папка Fictures. В этой папке находятся все профили приборов, к которым мы можем работать, и они отсортированы по соответствующим директориям. Это Fixed, то есть это приборы без движения Moving Head, приборы с полным движением корпуса, проекторы – это проектора, сканер, сканера. И есть несколько папок, как Camera, No3D, NoLight, которые отвечают за специфические наборы приборов и оборудования. Папка Frost содержит в себе картинки для параметров линз, с которыми мы будем работать в LightConverse, и точно так же может быть добавлена или изменена при необходимости. Папка Furniture. В ней находится каталог моделей, с которыми работает LightConverse, и именно в эту папку при необходимости мы будем добавлять модели, чтобы они появились в корневой папке для работы LightConverse. Папка Goba является каталогом Goba для работы всех световых приборов, и у нас есть прямой доступ к данной папке. Goba представляет из себя картинку размером 128-128 пикселей в формате PNG с альфа-каналом, и сюда при необходимости мы можем добавить Goba, если то Goba, которое нам нужно, в базовом каталоге LightConverse отсутствует. Папка Install. В этой папке находятся утилиты DirectX, которые необходимы для корректного работы графического ядра, находится набор кодеков, коллайт кодек ПЭК, которые протестированы и рекомендованы для работы с программным обеспечением, находятся драйвера для интерфейсов LightConverse, находятся установочные архивы для плагинов для 3D Studio Max, для Autocad и для Vectorworks. Кроме этого, здесь же находится установочный файл для LaserGraph DSP, установив который мы сможем работать с роликами формата LaserGraph. Следующая, наиболее важная и интересная папка, это папка Pungaline. В этой папке находится лазерный плеер для проигрывания роликов Pungaline и несколько тестовых роликов ONG TURNITY и LightCon Inversonim LDS. Здесь же находится утилита LC8WAY для работы с программным обеспечением LaserDesigner 2000 производства компании Pungaline. Следующая важная папка является папка Texture, с которой мы будем работать. Эта папка содержит в себе каталог текстур, которые отображаются в LightConverse с соответствующей иерархией. На этом обзор содержимого папки LightConverse заканчивается. Мы можем закрыть окно проводника и перейти непосредственно к работе с программным обеспечением LightConverse. Продолжение следует...